В пятницу 4 августа Украина опубликовала уведомление, которым объявила акватории шести российских портов в Черном море, находящимся под военной угрозой. Речь идет об акватории внутреннего и внешнего рейдов портов Анапа, Новороссийск, Геленджик, Туапсе, Сочи и Тамань. В принципе, ответная реакция вполне адекватна. Как говорится, в эту игру могут играть вдвоем-двоем. И Украина в данном случае создает все условия для российско-террористической черноморской флотилии, чтобы она попросту покинула Черное море. Ну, когда-нибудь в Каспии, например, ушла. После выхода зерновой инициативы РФ заявила, что все суда, которые будут направляться в украинские морские порты, с 20 июля будут рассматриваться агрессором как потенциальные перевозчики грузов военного назначения. Тогда же Украина выпустила зеркальное заявление, предупредив о том, что будет рассматривать все суда, которые будут направляться в РФ или оккупированные украинские порты, как перевозящие грузы военного назначения. Российская сторона не особо-то и отреагировала, в принципе. Но слишком переоценивали свои возможности. После того, что случилось с Оленигорским горняком, а также с танкером, который перевозил российскую нефть, конечно, они на это теперь уже обратили внимание. Недавняя атака на Оленигорский горняк дала понять россиянам всю серьезность украинских заявлений. Россиянам стоит бояться того, что практически каждое судно уже не только военное, но это может быть и коммерческое, а может быть расценено именно как военная цель, как цель для удара. В принципе, уже такие примеры мы видели. Черное море становится зоной боевых действий, и Россия может потерять доходы от своих основных нефтяных портов. Украина впервые поставила под угрозу морской экспорт нефти РФ. Но даже нефтяные потери у РФ не такие большие, как репутационные. Унижение, которого еще не было в современной истории ни у одной страны. Почему? Потому что страна, которая имеет флот, у которой есть военные корабли, проигрывает. Битву на море в стране, у которой флота и флотилии нет. То есть сейчас Россия входит в историю, действительно, как они любят говорить, не имеющая аналога в мире. Да, они входят, как никто другой в историю, не имеющая аналога в мире, проигрывая морской бой в стране, у которой нет флота.